Сегодня хороший день и хорошее настроение. И так хочется приготовить холодца. Так хочется чего-то такого вкусненького, необычного, традиционного, настоящего. Итак, готовим холодец. Поехали! Сейчас мы будем готовить куриные окорочка. У меня 2 килограмма и 700 грамм. У меня 5-литровая кастрюля. Значит, я налил где-то 3 литра воды. И теперь я сюда кидаю куриные окорочка. Для чего я это делаю? Для того, чтобы они сейчас у меня закипят. Буквально одну минуточку. И я эту воду всю вылью. Таким образом у меня потом получится очень чистый, прозрачный, хороший бульон. Я сюда не кидаю ни соль, ни специи. Просто водичка кипяченая. И пока все это хозяйство закипит, нужно снимать пенку. Вот, пару минут она покупала. У меня, видите, какой мудный мульон, такой желто-серого цвета. Мы его сейчас выльем. Вот я все слил и еще промыл. Чтобы все было чистенькое. Теперь я в кастрюлю налил чистой родниковой воды. Кинул 5 листиков лавровых, небольших. 20 горошин черного перца. И 5 горошин душистого перца. Это довести до кипения. Пока водичка закипит, я накрываю все это тряпочкой, чтобы мяско не заветрилось. Теперь я беру обыкновенный секатор и вот здесь отрезаю. У меня все улетело. Вот таким образом отрезаю. И ложу вот эти штучки отдельно, галляшки. И шкурку туда же. А вот такие вот кусочки мяска я ложу в эту тарелочку. Получилось у меня окорочка отдельно, галляшки отдельно. Окорочка надо опять накрыть тряпочкой. Пускай они отдыхают, чтобы не заветривались. А галляшки... Галляшки, это, ребята, здоровье. Это желатин. В этот холодец не нужно будет добавлять желатина. Вот у меня здесь водичка закипела. Я туда выкладываю. И все это у меня будет вариться 2-3 часика. Бульон будет прозрачный, желатиновый. Это очень полезно для здоровья. Одним словом, диетический. Прошло ровно 2 часа. Самое время положить луковицу. Она у меня вот так вот надрезана и отвалилась. Вот. Это для аромата. Видите? Он у меня на медленном огне. Еле-еле как булькает. Луковица там будет лежать 30-40 минут. И я загружу остальное мясо. Это все вытащу. Потому что желатин готов. И будем посмотреть. Вместо 3-х часов у меня все готовилось. 4 часа. Сейчас самое время покидать вот это вот мяско, которое я изначально приготовил. на 30-40 минут. И будем разливать холодец. Вот я все выложил. Я очень рад. Водичка еле покрывает мясо. Как раз как надо для холодца. И увидимся скоро. И вот после того, как я положил мясо, только в этот момент я насыпаю столовую ложку соли с горкой. Окорочка готовы. И теперь они у меня перекочевывают в такую широкую тарелочку. Вот, значит, все окорочка я вытащил отдельно. А голяшки, шкурки отдельно. Окорочка я отделил мясо от костей. Такое у меня в гора целое мясо получилось. Чеснок закипел. У меня такой получился хороший бульон. Теперь я этот бульон буду наливать вот в эту тарелочку. Заранее я положу сюда сиц, чтобы мне туда не попал ни чеснок, ни ничего лишнего. Наливаю пол тарелочки. Еще заготовленные тарелочки. Налил пол тарелочки. Теперь туда закидываю мясо. Почему я это делаю? Потому что если положить сначала мясо, то оно будет все на дне. А так, если ложить, то оно будет все плавать. И будет интересная текстура. И мясо, и желе. Будет все перемешано равномерно. Тебе было сказать, что заранее я сварил яички. Яйца куриные. Почистил их и порезал вот на такие половинки. Это у нас сейчас будет такой красивый дизайн. В каждую тарелочку я буду посерединке ложить яичко. Его необходимо утопить. Оно все равно всплывет. Таким образом. И будет очень красиво, когда застынет. Также я под запас петрушкой. Я вот так еще 4 лепестка петрушки ложу. Это все для дизайна, для красоты. У меня получилось 6 тарелочек. И заполняю его мясом. Сверху ложу яичко. Закрываю крышечкой, даю ему отдохнуть. В смысле остыть. А потом отправляю в холодильник. И такой холодец может храниться и 2, и 3 недели, и даже месяц. И представляете, приходишь с работы раз, только баночку и съел. 4 часа спустя холодец уже состыл. Он у меня готовый. Я уже взял горчичку такую атомную и помазал его. Сейчас попробуем. Горчица, конечно, свое дает. Без горчицы, наверное, вкуса бы не было. Ну, что я могу сказать? Я даже не знаю. Получился холодец. Готовьте. Приносите себе удовольствие своим близким. Если понравится, делитесь рецептом.